На станцию скорой медицинской помощи въезжает караван автомобилей. Сейчас медики работают в усиленном режиме. У них подготовлены 20 бригад, которые будут обслуживать пациентов с подозрением на коронавирус. Работники скорой оснащены масками и защитными костюмами. Выражаем благодарность, что они приходят. Мы в круглосуточном режиме работаем, то есть с повышенной готовностью. Также я считаю, что они относятся с пониманием. Далее караван машины отправляется на блокпост номер 2. Он находится в районе Меловых Горок. Ежедневно полицейские проверяют порядка 400 автомобилей. Первое время было множество недопониманий от водителей, но сейчас люди привыкли к введенным ограничениям. Все условия для нашей служебной деятельности созданы. Большое хочу сказать спасибо местным исполнительным органам. У нас есть место для отдыха, есть горячее питание. Также на сегодня хочу сказать большое спасибо Западно-Казахстанскому аграрно-техническому университету имени Жангирхана, которые изъявили желание безвозмездно обеспечить блокпосты нашей, личный состав, который задействован на этих блокпостах, горячим питанием. На блокпосту дежурит 12 человек. Они меняются через 12 часов. Сотрудники специальных служб раньше приносили свою еду. Горячий обед пришелся кстати. Вот это стандартный обед, который сегодня привезли на блокпост. Здесь находится горячая, вот это булочка, печенье и, конечно же, чистая вода. В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангирхана отметили, что ими были подготовлены 240 пакетов. Для того, чтобы развести их по всем пунктам, ушло несколько часов. В рамках акции «Безберегемость в моем месте», которая проводится в стране, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангирхана тоже решил нести свой вклад. Это организация горячего питания, питание обеда, который приготовлен комбинатом студенческого питания «Олимпус». Это организация питания, санкции бригады скорой помощи, санаторий Иушка, Кумысовка и 9 блокпостов, которые охватены по беременду города. Отметим, что усиление карантинных мер принято ради обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей региона. Роман Копняев, Эбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.